Открытое акционерное общество «Нафтан» продолжает работу по поставкам альтернативной нефти. В субботу, 16 мая, на предприятие прибыла первая партия черного золота из Саудовской Аравии. Нефть преодолела долгий путь морским транспортом из египетского порта Сиди-Керрер, а нашла две недели, после чего из Клайпида железнодорожными путями ее доставили в Новополоцк. Нефть неплохая по качеству, легче, чем Юрлс, выход светлых нефтепродуктов больше, то есть мы больше из нее получим бензина, дизельного топлива, чем из Юрлса, но, соответственно, меньше Музута. Так что хорошая нефть и наши поставки продолжаются. Прежде чем приступить к сливу нефти, обязательное лабораторное тестирование для анализа забор Саудовской нефти берут на месте. После всех необходимых технологических процедур персонал приступает к сливу. Процедура строго регламентирована и отработана. Напомню, прорабатывать поставки альтернативных источников нефти открытое акционерное общество «Нафтан». Начало еще в 2019 году, когда на завод поступила некачественная нефть из Российской Федерации. Эта работа не останавливается и сегодня, в ближайшие несколько недель на предприятии ожидают партию нефти из Соединенных Штатов Америки. Мы прорабатываем, как мы и говорили в начале года, различные сорта. Мы очень неплохо поработали с норвежской нефтью, сегодня это нефть из Саудовской Аравии. И в последующем мы планируем различные сорта еще попробовать, для того, чтобы подобрать уже на практике такой оптимальный технологический режим, который позволяет максимум получать прибыли. Сегодня открытое акционерное общество «Нафтан» работает сразу в нескольких приоритетных направлениях, прорабатывая источники альтернативных поставок нефти, а также реализуя проекты программы «Инвестразвитие». Накануне предприятия посетили заместители премьер-министра Беларуси Юрий Назаров и Владимир Кухарев. С участием гостей состоялся расширенный штаб на объектах модернизации нефтеперерабатывающего завода. Участники рабочей встречи посетили установку по производству элементарной серы и установку замедленного коксования, где обсудили актуальные вопросы проводимой модернизации.